Детское радио представляет Необыкновенные истории обычных вещей Как мне надоела эта школьная форма Вечно её надо стирать, гладить Да ещё она неудобная Куда лучше было бы просто в джинсы в школу ходить? Кто придумал глупость эту с формой? Английский король Гёрг IV придумал меня в 1801 году И он бы с тобой, Наташа, не согласился, что это глупость Потому что король считал, что все ученики должны быть одеты одинаково Чтобы не отвлекались от учёбы и не хвалились модными одёжками А вот в России в 1834 году царь Николай I Повелел, чтобы учащиеся ходили в гимназических мундирах военного образца В те годы у нас в стране были только мужские гимназии А вот в 1869 году появились женские гимназии И свет увидела приталенное платьице коричневого цвета С юбкой-плиссе, чёрный фартук, а по праздникам белый Когда мужские и женские гимназии объединили Девочки оживились Форму воротничками и манжетами необычными стали украшать А передники оборками Демонстрируя достаток и принадлежность к избранному сословию А вот после революции 1917 года В школу долгое время ходили кто в чём хотел Но в 1948 году форму вернули Платье девочек напоминало то, что носили гимназистки Мальчиков сначала облачили в нечто похожее на военную гимнастёрку А вот чуть позже в серые костюмы из грубой мешковатой ткани Только через двадцать с лишним лет Мальчишек переодели в синие брюки и в курточку А ученикам девятых и десятых классов пошили пиджаки А девочки ждали обновок до восьмидесятых годов прошлого века Да-да-да Старшеклассницы тогда сменили поднадоевшее уже коричневое платье На синие костюмы тройки Во многих странах форма всегда была обязательна Англия в этом списке первая Здесь форма родилась и обязательной осталась Всем ученикам она выдаётся бесплатно Ну, а вот только в России её не было почти двадцать лет Только два года назад она вернулась во все школы страны Она везде разная, как в самой школе решать, так и будет Общее только в том, что мальчишки носят пиджаки и брюки А девочки всегда юбки и блузки Необыкновенные истории обычных вещей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова